Огуречные страсти. Карагандинская компания Green Technology не спешит выплачивать компенсацию. В редакцию телеканала Первый Карагандинский обратилась женщина, которая судилась с тепличной организацией. Как утверждает пострадавшая, данная компания не выплачивает компенсацию за причиненный вред. Сумма ущерба около 300 тысяч тенге. Прошел суд, а денег так и нет. В проблеме разбиралась Мирамгус Алкимбаева. У Анжелики Волковой есть трехлетний сын. Воспитывает она одна. Восемь месяцев назад мать-одиночка решила устроиться на работу в известную тепличную компанию Green Technology. Но наслаждаться новой работой долго не пришлось. Проходит время, и Анжелику Волкову увольняют. А причина такова. Между директором я расскажу. В общем, нам выдавали аванс. Вернее, в марте месяце этого года мы сидели все без содержания в отпуске. Нам выдавали аванс. Я приехала, мне дали 15 тысяч авансов. На следующий же день всем выдавали по 20 тысяч авансов. В общем, я приехала допросить еще 5 тысяч. После этого директор мне грубо отказал. Я вышла, и у меня так получилось, что я хлопнула дверью. Ну, действительно, это было нечаянно. После чего директор мне даже не дал рот открыть. Уже все сразу, у него сразу было все, она уволена. Ее уволить. Все, стали сразу на меня, да. Пока не извиниться, вот, позвонили моей заловке, получается. Вот, и сказали, пока она не извиниться, к работе она не допустится. Каргандинские тепличники ТО «Грин Технологи» всем известны как одна из ведущих компаний по выращиванию огурцов. Несомненно, что компания достигла немалых высот. Однако о том, что происходит в стенах организации, никто и не догадывается. По словам бывших рабочих тепличной компаний, проблема с заработной платой стоит на первом месте. То не вовремя выплачивают, то не доплачивают. Избегают встреч, видно, с нами. Задерживали зарплату, задерживали нас постоянно. Расчетные, да, вот, лично, допустим, я уволилась, получается, по собственному желанию. Восемь месяцев я отработала. Мне, по имену того, что ползарплаты оставалось, еще около пятидесяти тысяч, наверное, должно было быть расчетных. Вот, а мне заплатили всего лишь двадцать тысяч за восемь месяцев. И, получается, зарплату неполную. На суде, который состоялся в начале декабря, Анжелике все-таки удалось доказать свою невиновность. Нужно отметить, что мать-одиночка и в этот раз была одна, без адвоката. Да и представители Green Technology вроде согласились выплатить компенсацию за причиненный вред более двухсот тысяч тенге. Кроме того, они пообещали, что ее и саму восстановят на работу. Чуть позже, отказавшись от этих слов, они пытаются примириться с Анжеликой Волковой, заплатив только часть денег. Однако, как говорят, обещанного три года ждут. Вынесли решение суда. В этом решении написано о немедленном исполнении решения. После этого стали уклоняться. В общем, директор срочно вышел на больничный. Также судебный исполнитель никаких внятных разъяснений мне не дает, почему он приостановил дело. Сколько я консультировалась у адвоката, в общем, адвокат говорит, что я полное право имею уже быть восстановлена на работе, и мне должны выплатить мою положенную компенсацию. Как оказалось, это не последняя проблема, с которой столкнулись рабочие теплицы. Сотрудники компании заставляли делать ту работу, которая в их обязанности даже и не входила. С целью узнать достоверную информацию о случившемся, наша съемочная группа пыталась связаться и с руководством ТОО «Грин Технологи». Мы слышали, что опротестовали решение. На сегодняшний день какие действия выполнялись? Да, значит, во-первых, с решением суда, которое вынесли, мы не согласны, да? Во-вторых, хотелось бы отметить, что суд вынес решение, то есть он не решение нам выдал на руки, а выдал выписку. В выписке там такая результивная часть. С этим у нас право на обжалование было нарушено, но мы все равно написали апелляционную жалобу, значит. Мы подали, мы с решением суда полностью не согласны. Там есть свои нюансы, просто это сейчас долго объяснить как бы. И еще вот по ходу мы... Вообще исполнение это занимается судебной исполнителем непосредственно в Октябрьском территориальном участке. И мы обжаловали также действия от судебного сконпли. И плюс исполнительный документ, то есть исполнительный лист, который выдан на основании решения суда. Ну а мы будем надеяться, что проблема мать-одиночки Анжелики Волковой не останется в стороне и в скором времени найдет свое решение. Мирангус Алкимбаева, Боржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова